Набор 42 на 56 А мне не понравилась вся эта концепция Как это нам пиарили, представляли Как это какой-то супер эксклюзив Супер топовый крутой набор Эксклюзивно в нём только упаковка Вот всё, больше ничего нет эксклюзивного И возраст 16+, хотя по его цене возраст надо было поставить 25+, примерно Потому что по сборке никаких 16+, здесь нет И топовые наборы, такие как роторный экскаватор Такие как великолепный ARX 4243 И сборка сложнее, чем этот набор Здесь нет ничего сложного в сборке Так что кому нравится этот набор, эта модель Ставьте дизлайк, выключайте видео, дальше всё вам не понравится Ну что, настало время открыть эту крутую коробку Я скажу честно, я её вскрыл чуть раньше, заглянул в неё, ничего не трогал Был слегка шокирован, поэтому сейчас повторно открою её на камеру Повторюсь, внутри ничего не трогал Итак, снимаем И видим такую красоту Слегка замятой коробки И мы видим рваную, помятую инструкцию Компания LEGO вообще охренела, ребята Этот набор стоит 300 долларов И нам вкладывают рваную инструкцию Вот она рваная Это премиум, эксклюзивный набор Забешенные бабки Офигенно, ребята Может быть поэтому на коробке написано 16+, чтобы дети не плакали Если они откроют и увидят рваную инструкцию внутри Ну а если уже больше 16, наверное, человек не будет плакать Ну давайте вынем всё это Толстая инструкция Лист с наклейками Не в полиэтилене, ни инструкция, ни лист Ну, хотя бы лист ровный Коробки 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 выглядят прикольно Но вот это уже рваная инструкция Конечно, всё впечатление, но прочее спортивно Колёсики Ну в общем, вот такая упаковка Да, оригинальная, эксклюзивная Но есть большое но Инструкция Толстенная книга Сколько тут страниц? Почти 600 страниц Здесь есть вначале содержание Первая часть Рассказывает про разработку модели, про компанию Porsche Не буду подробно всё это рассказывать Доступна для скачивания PDF-версии эта инструкция на официальном сайте Так что каждый может почитать Не буду портить удовольствие Пересказывать коряво Посмотрите сами, кому интересно И вот с 36 страницы Начинается сборка Видно, что вторая страница тоже Мятая рваная И третья страница Мятая рваная В общем Спасибо компании Lego Сборка начинается на 41 странице Забегая немного вперёд Скажу, что Инструкция, как и у большинства больших наборов Не лишена печаток По-моему, 511 страница Там, где дверь крепится Там меняется крепление Дверь въезжает В корпус машины В общем, как обычно Не без косяков Ой, не знаю Вот, наверное Многие думают С учёты придираешься Ну, просто я не понимаю Это какое-то Как-то Наплевательское отношение Что ли Тем более тут, как бы Эксклюзивный набор Что у них вообще не проверяется Что ли Почему У каждого большого набора Там Какие-то находятся Проблемы с инструкцией Если они не могут их решить Ребята Возьмите меня на четверть вставки Я буду вам проверять инструкции И у вас не будет опечаток Ну, правда Как-то несерьёзно По сборке Нужно, конечно Выделить Трансмиссию Секвентарная Коробка передач Здесь четырёхступенчатая Первая передача 12 к 20 Примерно 0,6 к 1 Вторая передача 1 к 1 Потом 20 к 12 Это примерно 1,67 к 1 И 3 к 1 Очень сложный Интересный механизм Переключения Стоит того, чтобы Собрать и посмотреть Вот идёт Повышение Третья Четвёртая Ну, и левый лепесток Понижать передачу Что надо отметить В модели неправильная Последность Переключения передач После первой Идёт третья Потом вторая Потом четвёртая И вот тут у меня вопрос Ребят, вы когда делаете Эксклюзивный набор Вы вообще стараетесь? Вы что, не могли сделать Нормальную коробку передач? Что это за бред? Сделать Один, три, два, четыре Лучше вообще не делали Но это реально Вот это смешно Это просто бред А сейчас будет момент сборки Который меня действительно Впечатлил Это объединение Каркаса И шасси Это две огромные штуки Вот это больше полуметра в длину И она сюда идеально входит Здесь всё закрывается Всё сощёлкивается Вот это нереально круто Ну, к сожалению Больше ничего интересного В сборке нет Дальше просто Облепляется всё это Панельками И там уже Просто идёт Монотонная Предела небольших сборок К общей конструкции По поводу наклеек Хочу сказать Их немного Я в очередной раз Убеждаюсь Что лягутся немного Какие-то странные ребята Где-то они делают принты Например, на арках И вот здесь На кругленьких Кругляшках Да, на колёсах А там, где они действительно Нужны наклейки Например, спидометры Они клеятся на круглую деталь Её приклеиваешь чуть криво И это сразу бросается в глаза Вот там они почему-то Не сделали принты Несколько слов скажу про детали Во-первых, это огромное количество Оранжевых панелей Коннекторов Чёрных панелей тоже довольно много Мне понравилось, что появились Новые панели длиной Семь отверстий Гнутые И в чёрном И в оранжевом цвете Новые арки Ну, они такие здоровые Для больших моделей Наверное, только пойдут Ну, наверняка Их можно будет не только Как арки использовать Всё зависит от фантазии Диски новые С вылетом Ну, их можно использовать Только с этими же покрышками Я пробовал Они не такого размера Как даже 62-ые диски Которые были В наборе 84-66 И в Формулах 1 На них та резина Не налезает нормально Так что получается Пока что, что Для этих дисков Существует только Резина от этого набора То есть, в принципе, только для Видимо, спортивных автомобилей Каких-то можно использовать Эти диски Ну, вообще, в наборе деталей много Там и рамки есть И куча бимов И детали коробки передач То есть, в принципе Такой готовый набор Для суперкаров Но только Не очень дешёвый По внешнему виду Модель большая Она создаёт такой Вау-эффект Когда на неё Первый раз смотришь Но только первый раз Потом ты начинаешь Приглядываться И видишь Дырки под передними фарами Видишь Торчащие чёрные дымы В колёсных арках Там, где их вроде бы Не должно быть Задние фары Это просто какой-то мрак Мне кажется Ну, вот мне совсем Это не нравится И не знаю Может быть Кому-то это нравится Мне кажется Что они просто Кошмарны Ну Глобальных Нет, конечно Замечаний Это можно устранить В принципе, всё Но странно Что вот Передние эти дырки Спереди Под фарами Это вообще Мне кажется Как можно было Такое сделать Непонятно Что мне действительно Понравилось Так это сиденье Вот ковши Очень крутые Давайте Перейдём к функциям Начну с рулевого управления Точнее С открывающейся двери Чтобы показать Что Руль в салоне работает А больше никак Рудить нельзя Поэтому Играть с моделью Очень неудобно Либо Вот так вот Ей управлять Либо Вот так вот Но Это Вообще Жутко неудобно С трудом Крутится руль То есть Неиграбельная модель Абсолютно Кроме дверей Ещё открывается Капот Или багажник Как правильно Тут Типа сумочка Предмет гордости дизайнеров В модели есть подвеска Ход небольшой И модель до самого пола Прожимается Ну и здесь Колесо касается арки Что в общем-то Безобразие Около руля мы видим Подрулевые лепестки Для переключения передач Вот так это происходит Никакого нет стопора Можно щёлкать до бесконечности По кругу передачи То есть После четвёртой Первую При этом Вы никогда не узнаете Какая передача включена Никакого индикатора нет Это глупейшее Вообще Что может быть Ну вот зачем Это Её нигде не видно Вообще нигде не видно Здесь Не видно Снизу тоже Ничего не видно Это коробка передач Вообще Бессмысленно Абсолютно Здесь Чуть передачи Вперёд-назад Ой Очень грустно Становится От этого всего Если откинуть Спойлер То там будет Виден Маленький кусочек Коленчатого Увала Двигателя В принципе Можно увидеть С какой скоростью Он крутится Но По факту Это очень неудобно И бесполезно Таким образом Мы имеем Чисто полочную модель С абсолютно Неадекватной ценой И Совершенно С непонятной претензией На эксклюзивность В чём эксклюзивность В том Что Это Порше Лего сотрудничала И с Вольвой С Мерседесом И с Феррари Ой Не знаю В общем Мне кажется Что Как-то Слишком много Было шумихи Вокруг этого набора Он абсолютно Этого не стоит Ну В общем Своё мнение я озвучил Не буду больше Вас утомлять Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok